Доброе утро всем, кто меня слышит. И сегодня, наконец, этот самый прогноз на день по Матрице Судьбы на 8 августа 2024 года. 08, 08, 2024 равно 8. И таким образом нас стращают, что это самый кармический, буквально судный день у нас сегодня. И посмотрим, что же нам говорит Матрица Судьбы на сегодняшний день. А мы видим, что прекрасный день, у него троечка посрединке. А это плодородие, мы знаем, это у нас земля. Поэтому уже хорошо. Ну, шестерочка в проверочке. Над этим всем у нас кармический такой вот висит суд, правосудие. Восьмерки, аж три штуки. То есть утроенная сила энергии правосудия. Ну, бояться правосудия может тот, кто перед ним, как говорится, проштрафился. Поэтому сейчас посмотрим, что же для нас означает эта энергия восьмерочки. Что для нас восьмерка? Восьмерка для нас это энергия справедливости и равновесия, баланса. День сегодняшний находится под влиянием энергии кармического закона бытия, справедливости, равновесия и причинно-следственных связей в жизни и в нашем прошлом. В событиях и отношениях между людьми и отношениях с самим собой. Поскольку эта энергия называется правосудие, она считается кармической. Мы понимаем, что правосудие выносит решение и назначает наказание. А исполняет наказание высшего суда, конечно же, карма. Энергия говорит нам о карме прошлых воплощений и перевоплощения души после смерти и её эволюционном пути. Она показывает нам на необходимость изучать прошлое, возникновение корней той или иной проблемы или болезни, как физической, так и кармической, так и душевной. Эта энергия безусловной справедливости течения и возникновения любого события. Она ведёт нас к пониманию законов зеркальности жизни, о том, что всё, что происходит в нашей жизни, хранится в нашей душе. И карма берёт на заметочку все нарушения текущего воплощения. Эта энергия раскрывает нам причины всех наших проблем. Причина-следственный закон бытия. Энергия заставляет нас задуматься о себе, о своём внутреннем мире, о душе. Эта восьмёрочка ведёт нас по пути постижения наших предназначений в этом воплощении. Она устанавливает баланс между духовным и материальным в нашей душе, между душевным миром человека и его эмоциональными реакциями на мир. Она пробуждает желание найти и постичь истину и справедливость, не социальную, но кармическую. Именно через постижение первопричины исцеляется и трансформируется мир внутри и вокруг нас. Понять и исцелить карму прошлых воплощений, идти по пути эволюции души уже сейчас. И сегодня особенно сильно будет влияние этой энергии на нас. Она говорит нам, что надо глубже вникать в законы мироздания, понять, по каким законам материализуются и притягиваются события в нашей жизни. Несправедливостью жизни она показывает нам, что надо отойти от стремления к справедливости житейской и бытовой и перестать спорить и доказывать что-либо. Нужно вырабатывать позитивное мышление и видение, научиться видеть урок во всех событиях жизни, понять, чему высшие силы нас хотят научить или от чего уберечь и стараться извлечь от этого урока пользу. Осознайте реальность прошлых воплощений и свою связь с предками родов и примите опыт накопленного прошлого. Вселенная не допускает застоя, а значит нам всё время надо развиваться, учиться и расширять свои горизонты, чтобы жить. Иначе жизнь теряет смысл. Карма – это весы. Если вы чему-то в жизни отдаете предпочтение и зацикливаетесь на этом, значит там происходит перенакопление энергии. И та сторона весов начинает перевешивать. А значит нарушается баланс. Вам тут же прилетит кармический урок. И хорошо, если вы поняли его сразу. А если нет, то равновесие не будет восстановлено. И перекос начинает искажать вашу реальность. Тогда всё идёт не так и вся жизнь кувырком. И с этим ничего не поделаешь, пока не выправишь положение весов. Такой кармический урок. Если вы проживаете восьмую энергию в минусе, то вы осуждаете людей, боретесь с несправедливостью, устраиваете разбирательства с доказательствами. Ваша обидчивость и жалобы на несправедливость жизни и что жизнь трудна показывают, что вы в минусе по восьмёрке. И как результат вспыльчивость, агрессивность и депрессии. Хождение по одним и тем же граблям. Нежелание извлекать уроки. Учиться и развиваться тянет весы вашей жизни в минус. Нежелание меняться и гордыня. Потеря равновесия ведёт к тому, что вас в жизни кидает из крайности в крайность. И вы не можете найти серединного пути. Нежелание духовно развиваться втягивает вас в мнительность, в мстительность и гордыню. Упрямство в поисках причин, возникших проблем во внешнем мире, а не в себе. Обвинение во всём окружающих. Именно так себя проявляет негативная, неотработанная карма по этой энергии. Вот такое вот у нас влияние. Восьмёрочки на сегодняшний день много. Её аж три штуки. И, конечно, она будет утроенно влиять на нас именно этими проблемами. И если мы наблюдаем в себе негативные черты характера по восьмёрочке, значит, конечно, нам будет доставаться посильнее. То есть она в три раза сильнее будет нам подставлять именно эти события в жизни, которые будут у нас кидать из стороны в сторону. И всё же у нас есть ещё шестая энергия, кармическая, которую нужно рассмотреть. То есть она, скорее всего, вот эти энергии в минусе, они будут влиять именно на эти энергии сегодня у нас в течение дня. То есть, в принципе, восьмёрка, она вообще, в принципе, затрагивает все сферы жизни. Потому что какую сферу не возьми, какую энергию не возьми, в любой из них нужно проживать честно, справедливо, да, и стремиться к гармонии, к балансу, к равновесию между духовным и материальным миром, в принципе, во всех энергиях. Поэтому как-то не крути, а всё завязывается на восьмёрке. Вот, и восьмёрка в этом году вот всем нам, всему человечеству, да, скажем так, кто пользуется этим же календарём, вот, оказывает влияние на их жизнь и ставит такой вот суд, да, проводит над нами такой суд, проверяет, насколько мы готовы проживать энергию восьмёрки в плюсе. И тогда это всё касается наших сфер жизни. И здесь мы видим, что это касается материального плана, а также отношений между мужчинами и женщинами, да, богатство, земля, это же плодородие, да, деторождение, опять же, да, всё завязано, опять же, на восьмёрке в этом году. И шестёрка, опять же, отношения, опять же, любовь, то есть у нас тут и деньги, и любовь, да, и честность, и справедливость, и всё у нас сегодня есть. И вот энергия отношений по шестёрке, это энергия этого дня, это энергия отношений в любых, взаимодействий между людьми. Энергия проявления всех качеств любви в мире, вокруг и в самом себе. Любовь к себе, любовь к родителям и детям, к родственникам, любовь между партнёрами, любовь к миру в целом, любовь ко Вселенной и Творцу, любовь к любимому делу. Это энергия создания красоты и эстетики вокруг. Это дизайны моды, и красота внешних форм, и красота отношений. Это энергия артистизма и публичных выступлений, множество связей и контактов, организаторских талантов человека. И если вы проживаете эту энергию в плюсе, этот день наполнит вас этими энергиями и умением завоевать своё имя и притягивать к себе внимание. Блистать в обществе среди людей, работать на внешний план и на показ. Это энергия стремления к идеалу во всём. Энергия чувства чувствительности, открытого сердца и любви. Это энергия накопленного опыта и проявленной и непроявленной любви в родовых каналах предков. Старайтесь сегодня учиться концентрировать своё внимание на позитивных качествах в любых людях. Откажитесь от осуждения и агрессии, когда соприкоснётесь с чем-то, по вашему мнению, непристойным. Вырабатывайте в себе свободность, способность в любых обстоятельствах мыслить позитивно. И учитесь принимать мир целостно во всех его красках. Будьте честны и искренни с самими собой и с окружающими. Любите себя безусловно. Старайтесь отказаться от идеализма во всём, что касается внешнего проявления мира. Стремитесь создавать лучшее, но не идеальное. Иначе не к чему будет стремиться, и невозможно будет расти и развиваться, если создано будет уже идеальное. Тогда прекратит существовать и бытие. Идеальное в материальном мире можно увидеть только сквозь розовые очки, которые мешают принимать мир таким, какой он есть. Учитесь любить. Не прекращайте удивляться, как дети, и замечать прелесть в каждой букашке и в каждом листочке, сотворённых Творцом. И благодарите его за то, что у вас есть возможность этим любоваться. Если же вы шестую энергию проживаете в минусе, тогда день вами будет восприниматься сквозь призму мнительности и недоверия, обидчивости, ранимости и зависимости от мнения других людей. Вы будете ценить только внешнюю красоту и давать поверхностную оценку. В минусе по шестой энергии люди не способны испытывать глубокие чувства, быть искренними и преданными своему партнёру. И именно они обычно утверждают, что любви в принципе не бывает, и что это выдумка. И этот день может влиять на них, вызывая капризы, неустойчивое настроение, лень или состояние депрессии из-за несовершенства мира. Шестёрка в минусе лишает человека способности воспринимать мир и людей целостно. Они зацикливаются на своей внешности или не желают видеть истину. И от этого либо ходят в розовых очках и создают себе кумиров, либо ненавидят весь мир и вынашивают идеи мести. Сегодня шестёрка может проявиться как повышенная требовательность к себе и другим или как зацикленность на отношениях, неумение и нежелание отпускать старое, то, что умерло. Как неуверенность в себе и карьеризм через интриги. Так себя проявляет негативная, неотработанная карма по этой энергии. Ну вот такая вот непростая у нас шестёрочка, которая говорит о том, что если мы всё же находимся в минусе по шестёрке, то это говорит о том, что вот эти вот все негативы, это нам будет подставлять карма и создавать такие ситуации в жизни, чтобы мы их вот попробовали на себе, прожили. Вот так работает карма, когда энергия находится в минусе. И даже если она у вас находится в плюсе, всё равно ситуацию проверки шестёрки, насколько вы готовы любить этот мир, несмотря ни на что, ни на какие проблемы, которые нам вот тут может подсунуть ещё карма, по восьмёрочкам, мы всё равно любим людей, насколько мы готовы их любить, насколько мы готовы им прощать, их подставы по восьмёрке. Ну и третья энергия у нас то же самое, только она у нас уже даётся, преподнесётся нам не кармой, как проверочка, а она преподнесётся именно в положительных чертах характера, то есть она проявит себя именно в плюсе по отношению к нам, а вот насколько мы готовы проживать троечку в плюсе, это уже вопрос от нас зависит. И третья энергия земли, плодородие и изобилие, это энергия материнства и земных благ, материального благополучия, энергия социальных продвижений и достижений, рождение детей, энергия взаимодействия женского рода с мужским, это энергия зачатия и вынашивания, созревание плодов и сбор урожая, энергия земледелия и животноводства, обустройство дома и территории вокруг, выстраивание своих границ, жилища и внутреннего мира, материальных благ и достижений, а также это энергия правления и контроля, это женская энергия власти и земных результатов, энергия домауправления и домаустройства, бытаустройства и хозяйственного подхода ко всему, чем владеет. Это энергия материальных и денежных накоплений, энергия высоких статусных позиций в социуме. И чтобы достичь всех высот, надо жить просто радостно и легко. Откройтесь Вселенной и ее благам. Ее потенциалы и возможности безграничны, хватит и вам. Отпустите излишние заботы и позвольте энергии свободно течь. Отпустите беспокойство за близких, за родителей, мужа, детей. Ведь не вы, а Вселенная им защита. Доверьте ей заботу о них, окружите их светом и позвольте самим решать. Будьте им лишь поддержкой, ведь ваши напряжения и переживания за них отражаются на их жизни. А когда вы легкие и расслаблены, то и у них энергия начинает течь легко и выравнивать баланс. Отпустите контроль, вы же не считаете своих близких глупыми. Воспринимайте людей с позиции равенства. Будьте созидательными и любящими. И сегодня хороший день для того, чтобы начать с этого. Чтоб расслабиться самой и перестать беспокойством своим притягивать проблемы в свою жизнь и в жизнь своих близких людей. Энергия Земли плодородна и процветание достоин каждой. И пусть тема изобилия во всех отношениях станет темой ваших мыслей. Делитесь со всеми этим знанием и несите свет в мир. Думайте о том, чего вы хотите, а не о том, чего вы не хотите. Учитесь мыслить позитивно, ведь переживания не бывают позитивными. Если вы проживаете троечку в минусе, тогда день будет вызывать у вас желание показать свою власть, оказать давление, а излишний контроль над своими близкими покажет лишь ваше высокомерие и возвышение над ними. Оценка людей по статусу и по положению в обществе, а не по душевным качествам есть проявление третьей энергии в минусе. Как и чрезмерный страх и беспокойство за близких, за их жизнь, здоровье, успех, так и навязывание своего жизненного видения, своей позиции, как единственно правильный. Минусом троечки считается и желание постоянного повышенного внимания и заботы о себе со стороны окружающих. Зацикленность на своей внешности и материальных благах, чрезмерное желание обладать чем-либо или кем-либо. Зацепки за земное, приоритет материальных ценностей над духовными может привести к тому, что этого вас лишат. Доминировать над мужчинами, подавлять мужскую энергию и завышенная планка требований означает троечку в минусе, как и отрицательное отношение к женщинам. Неуважение женской сути ведут к проблемам в отношениях с матерью и дочерью и всеми женщинами рода. Гордыня. Именно так себя проявляет негативная и неотработанная карма по третьей энергии. Вот таким вот можем мы сегодня увидеть этот день. Рассмотрение этого дня, матрицы дня, можно по нему предположить, какие события произойдут или понять тему дня и идти в потоке. Мы понимаем, тема дня у нас женщины, тема отношения, отношения между мужчинами, женщинами, отношения между миром духовным и материальным. И это всё у нас идёт ещё и под пристальным взглядом правосудия. Не забываем об этом. Это всё должно быть у нас честно и справедливо между нами, нашими близкими и самими собой. и в первую очередь сами собой перестать уже наконец себя обманывать и перестать себя ругать. По шестёрке мы вечно себя критикуем, вечно мы недовольны своей внешностью или ещё чем-то. Недовольны, что называется, работой Бога. Он нас создал, а мы тут, понимаешь, гневаемся. Вот интересно наблюдать, как проигрывается этот день, да. Понимаешь, тему дня удобно выбирать, что эффективнее сегодня сделать. Потому что энергии дня будут поддерживать нас. Ещё из личной энергии года можно понять, чем лучше заниматься и на что обратить внимание. И если это интересно, пожалуйста, обращайтесь. Мы будем делать разбор матрицы на текущий ваш год. На год день рождения, от дня рождения до дня рождения или на солярный год. Прогноз на год вступает в силу за несколько недель до дня рождения. И чтобы его заказать, пишите ВКонтакте или в Телеграм. Ссылочки здесь есть под видео. На этом до свидания и желаю вам не бояться восьмёрок, а проживать их в плюсе. И тогда остальные энергии, конечно же, будут находиться под влиянием этих энергий, под пристальным взглядом Вселенной, которая нас всё время контролирует, конечно же, потому что она нас ещё и оберегает. А если мы в минусе, ну мы сами виноваты, мы тогда теряем эту связь с ней, мы теряем доверие её. И она не может нас контролировать, вернее, контролировать может, не может нас оберегать, потому что мы сами от неё отказываемся, отворачиваемся. Поэтому просто доверяйте ей, доверяйте не только себя, а и своих близких. И доверяйте своим близким тоже. Вот на этом вроде бы как до свидания, всего самого хорошего и до завтра. До свидания.